Слава Тебе! Получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Коринфянам 2, глава 10 стих. Будем же иметь в душе это судилище, и представим, что оно теперь существует, что судья сидит, и все открывается и выставляется на вид. Ибо нам нужно будет не только предстать, но и открыться. Неужели вы не смущаетесь? Неужели не трепещете? Не решаемся ли мы часто лучше умереть, нежели открыть предпочтенными друзьями наше тайное преступление? Как же будем чувствовать себя тогда, когда грехи наши откроются пред всеми ангелами и всеми людьми, и предстанут пред нашими глазами? Изоблючу Тебя и представлю пред глаза Твои грехи Твои. Псалом 49, 21. Если же тогда, когда еще нет самого события, а только оно предполагает и изображается словами, мы терзаемся совестью. То что мы будем делать, когда оно наступит? Когда будет присутствовать вся вселенная, и ангелы, и архангелы, и начало, и власти. Когда будут непрерывно звучать трубы. Когда праведники будут подъяты на облаках, и будет великий плач грешников. Какой тогда страх обнимет оставшихся на земле? Ибо сказано, тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах одна берется, а другая оставляется. В каком состоянии будет душа их, когда они увидят, когда другие отводятся с великую честью, а они оставляются с великим стыдом? Невозможно, поверьте, невозможно выразить словом этого страдания. Видали ли вы когда-нибудь отводимых на смерть? В каком, думаете, состоянии находится душа их, когда они идут путем до места казни? Чего не решились бы они и сделать, и претерпеть, чтобы избавиться от этой тьмы? Я слыхал от многих, которые после отведения на казнь были возвращены назад по человеколюбию царскому, что они даже в людях не узнавали людей от душевного смущения и ужаса. Но что я говорю об отводимых на казнь? Их окружал народ, из которого большая часть и не знала их, «Но если бы кто взглянул тогда в душу каждого, то нашел бы, что нет ни одного столь жестокого, ни одного столь смелого, ни одного столь мужественного, который бы не пал и не смутился в душе от страха и уныния. Если же тогда, когда, как другие, предаются смерти, не имеющие с ними никакого общения, бывают в таком расположении, то в каком состоянии будем находиться мы, когда сами подвергимся более тяжкой участи, быв лишаемы той неизреченной радости и отсылаемы на вечное мучение? Если бы даже не было гиены, то быть отвергнутым от такой светлости и отойти с бесчестьем, каким будет наказанием? Ибо если теперь многие, видя шествующего царя, представляя собственную бедность, не столько получают удовольствие от этого зрелища, сколько испытывают скорби от того, что не участвуют ни в чем из окружающего царя и не находятся близ повелителя, то что будет тогда? Или вы думаете, малым будет наказанием не быть поставленным наряду с другими в том сонме, не удостоиться неизреченной славы, быть удалену и остаться далеко от того торжества и неизглаголанных благ? Но если кроме того будут и мрак, и скрежет зубов, и узы неразрешимые, и червь неумирающий, и огонь неугасающий, и плач, и стенания, и языки, мучимые жаром, мучимые жаром, как у богача, когда будем выпиять, и никто не услышит, будем стенать и плакать от страданий, никто не станет внимать, будем смотреть во все стороны, и никто нисколько не утешит, то как судить о находящихся в таком состоянии? Что может быть несчастье этих душ? Что горе с ними? Если мы, войдя в темницу, и видя одних грязными, других связанными железными оковами, третьих заключенными во мраке, трогаемся, ужасаемся и делаем все, чтобы самим не впасть в такую же беду и скорбь, то когда мы, связанные, будем отведены в самые гиенские мучения, в каком мы будем состоянии? Что будем делать? Те узы не из железа, но из огня. Никогда неугасающего и распоряжаться нами будут неподобные нам, которых часто можно смягчить, но ангелы страшные и несострадательные, на которых невозможно будет и взглянуть, которые будут сильно гневаться на нас за дела, какими мы оскорбили Господа. Там не так, как здесь. Невозможно расположить к себе одних серебром, других яствами, иных льстивыми словами и получить облегчение, но ни в чем-то там нет прощения. Будет ли Ной или Иов или Даниил видеть ближних своих мучимыми, они не осмелятся предстать и подать руку помощи, ибо тогда случится, что истребится и естественное сострадание, так как найдутся праведные отцы детей грешных и добрые дети родителей порочных, ибо зло не от природы, а от воли, то дабы радость их была чистой и сострадание не нарушило блаженство наслаждающихся теми благами, и оно тогда может укаснуть, так что и они вместе с Господом будут негодовать на своих единокровных грешников. Ибо если и теперь некоторые, видя своих детей негодными, удаляют их от себя и отказываются от родства с ними, то тем больше это будет на том суде. И так никто пусть не надеется на что-нибудь хорошее, не сделав хорошего, хотя бы он имел множество праведных предков. Будем же, увещевая вас, внимать и вразумляться. Если ты будешь иметь огонь порочного пожелания, представь огонь тамошнего мучения, и твой огонь погаснет. Если ты захочешь сказать что-нибудь непристойное, представь скрежет зубов, и страх послужит для тебя уздою. Если ты пожелаешь похитить что-нибудь чужое, припомни слова судьи, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, и ты оставишь свое намерение. Если ты жесток и немилостив, вспомни тех дев, у которых погасли светильники от недостатка Илея, отчего они и лишились брачного чертога, и ты скоро будешь человеколюбив. Если у тебя будет желание упиваться и роскошествовать, послушай богача, который говорит, умилосердить надо мною, и пошли лазеры, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем, и он не получил желаемого, и тотчас ты оставишь свою страсть, и все другие страсти ты можешь укротить таким же образом. Бог не предписывает нам ничего тяжкого. Отчего же заповеди его кажутся тяжкими? От нашего нерадения. Как в том случае, если мы будем усердны, и кажущиеся тяжким будет легко и удобно, так в том случае, если мы будем нерадивы, и легкое покажется нам трудным. Представляя все это, не будем считать блаженными тех, которые живут роскошно, но будем помышлять о кончине их. Здесь плотяность и тучность, а там червь и огонь. Также и хищников не будем считать блаженными, но смотреть, какова их кончина. Здесь заботы и труды, а там неразрешимые узы и тьма кромешная. Также и любящих славу, но смотреть, какова их кончина. Здесь раболепство и притворство, а там великое страдание и постоянное горение в огне. Если мы таким образом будем рассуждать сами с собою и непрестанно повторять это и тому подобное при наших порочных пожеланиях, то скоро будем избегать пороков и исполнять добродетель, погасим любовь к благам настоящим и воспламеним любовь к благам будущим. Аминь. 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 Аминь.